Артемис Продюксион представляет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Композиторы Жано Санавия, Андре Дзезук, Марк Нержен Автор сценария Филипп Бласбан В главных ролях Натали Бей, Сержи Лопес Порнографические связи Режиссер Фредерик Фонтейн Это была порнографическая связь? Да, простая и специфичная порнографическая связь Ведь вы понимаете, что порнография — это секс Один только секс и ничего другого, кроме секса И мы были готовы к этому К сексу, к особенному сексу Я обязательно хотела реализовать эту фантазию когда-нибудь Ведь обычно люди мечтают об этом Но на самом деле хотят, чтобы это оставалось на стадии мечты Ну, как, например, коллективное изнасилование Многие женщины в мечтах видят себя коллективно изнасилованными Но на самом деле быть изнасилованными полдюжины дальнобойщиков Все же это недосягаемо У меня все было по-другому У меня была фантазия, которую я хотела осуществить Мне было необходимо ее осуществить Это сувенир Вы завернули его в пленку? Да, чтобы не растрепался Я люблю хранить сувенир Вообще-то я романтик Вот так И именно в этом журнале вы? Я нашел ее объявление И часто вы его покупаете? Покупал иногда Там немало забавных статей, рассказов Мне нравится В этом номере Я нашел ее объявление Я хотела давно это сделать Но мои сожители не соглашались на это И вот, когда я осталась одинокой И никого не было видно на горизонте Я подумала А почему бы не реализовать мою фантазию? Не то, чтобы избавиться от нее, нет У меня все еще осталась эта фантазия Но она теперь не такая яркая И если представятся случаи, я могу еще раз попробовать осуществить свою мечту Как вы познакомились с ним? Через Минитель Минитель? Да Вы помните текст объявления? Нет А раньше вы не откликались на объявление до этого? Никогда А потом? Нет И как вы ответили на объявление? Очень просто Я послал письмо с фотографией Она мне ответила И мы назначили свидание Где? В кафе Да В кафе Мы встретились в кафе Когда он вошел, я сразу его узнал Я его представляла себе совсем другим Но я не была разочарована Он вам понравился? Нет Не сразу Но все же Он улыбался У него чудесная улыбка Он щурит глаза, и все его лицо светится улыбкой Улыбка ему очень идет Я люблю Я люблю настоящих женщин Мне понравилась ее фотография Обычная карточка для документов В ее лице было что-то необычное Да А раньше вы его не видели? Нет, раньше не видела Даже на фотографии? Нет Значит, это было впервые? Да, впервые А вы не посылали ему фотографию? Нет А что, так делается обычно Да, кажется Нет, мы только переписывались И в письмах описывали себя Я старалась честно описать мои недостатки Здравствуйте Да, здравствуйте Я думала, вы выше роста Да? Почему? Не знаю Какой у вас рост? Метр семьдесят два Вам не нравится, что я невысокий? Метр семьдесят два Это не так уж плохо Меня это совсем не смущает Вы пьете чего-нибудь до того, как Я сняла номер в гостинице В небольшой симпатичной гостинице Здесь недалеко Да? Вы смущены Тем, что я сняла номер? Нет, что вы Вы допили ваш кофе? Осторожнее, не обождитесь Нет, это остаток, все уже холодно Коньяк А вам? Еще кофе, только без кофеина Хотя нет, чай Чай Вы уже сняли номер? Да А если бы я вам не понравился? Слишком поздно Вы мне уже нравитесь Нет, я хотела сказать Может, я вам не нравлюсь? Вы мне нравитесь Вы ничем не связаны Я все пойму Со мной такое уже было Что? Вы уже делали это? Встречались по объявлению? Нет, нет, я хотела сказать, что уже встречалась с мужчинами, которые мне нравились В общем, я так думала, что нравились Но потом я понимала, что они мне совсем не нравились Еще забавнее было, когда я была помоложе, мне было около девятнадцати или двадцати Я хотела познакомиться с очень волосатым мужчиной Что? С волосатым мужчиной До этого я встречалась с мужчинами с торсом, с ногами, но без волос А потом встретила одного итальянца Вы итальянец? Я? Я испанец Да? У него были черные волосы Очень черные Почти как у вас Я сразу же подумала, что у него волосатые торсы, ноги Я еще подумала, как же все это будет Колючий или нет И вот однажды мы уединились, потом целовались, разделись И у него не оказалось ни единого власка По всякому случаю, на груди и на ногах Я была... Я была разочарована Я уже ничего не хотела, все было кончено Я была совсем юной А вы? Вы волосатые? Да, в общем, да Это не главное, когда волос нет, тоже ничего У меня есть Хорошо, хорошо Ну и что? Что, ну и что? Так как? Вы хотите, чтобы мы... А, сейчас в гостиницу? Вы хотите сначала допить конец? Нет, нет, это не важно Пойдемте Вы уверены? Да, да, пошли, пошли Ну и все Продолжение следует... 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 Мы вышли из гостиницы... Выходили очень быстро... Мы не чувствовали себя виноватыми... Просто хотелось выйти на свежий воздух... На улице мы договорились встретиться на следующей неделе... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините за опознание. Застрял в провке. Это не страшно. Обычно опаздывают женщины. Это как правило. Добрый день. Ах, да, добрый день. Мужчины обычно забывают здороваться, прощаться и говорить спасибо. Это как правило. А как было во второй раз? Ну, я... В общем, даже не знаю. Хорошо, конечно. Хорошо и только? Я уже не помню. Наверное, лучше, чем в первый раз. Опыт. Но всё... Но всё же и не так хорошо. Всё уже не было таким новым. Я не помню второго раза. Распоминание было стёрто тем, что происходило потом, когда мы расстались. Что же это было? Фраза. Это фраза. Это фраза. Эти слова, которые он говорил. Это фраза. Эти несколько фраз. Всё взорвали. Ну, в тот момент... Я этого не осознавала. Я не знала. Ладно. А если... Если что? Если... Ну, не знаю что. Может, выпьем чего-нибудь? Сейчас? Да. Поговорим, поболтаем немного. Сейчас не могу. У меня встреча. Да. Да. А потом? Вечером? Вечером я свободна. Я приглашаю вас наружу. Приятный ресторан. Здесь недорого. Если хотите. На самом деле, встречи у меня нет. Но я не хотела после выхода из гостиницы говорить с ним на улице. А потом, когда мы вечером встретились, нам было так хорошо, как будто мы были уже давно знакомы. Это было прекрасно. Уже не надо было соблазнять. Проблем с сексом тоже уже не было. Всё было в порядке. Впервые я себя хорошо чувствовала с мужчиной. С другими всегда присутствовала агрессия. Какие-то недомолвки. Они говорят одно, а думаю, другое. Мы, женщины, тоже так делаем. А с ним мы просто разговаривали. Замужем ли она? Или, может, была раньше замужем? Не знаю. Может, у неё были дети. Но у неё ещё очень красивое тело. Тело женщины, которая была беременной и не могла бы быть ей. Даже дважды. Может, вернёмся? Куда? В гостиницу. Начали бы всё сначала. Вы хотите? Да. Я хочу. Вам уже не 20 лет. Вам тоже плохо? Ну, не то что плохо. Устались. Устали бёдра. А как вы? Низ спины, поясница. Завтра будет совсем плохо. Но всё было очень хорошо. Да. Очень. Но два раза за один день, это всё-таки тяжело. Я провожу вас. Для метро уже поздновато. Я возьму такси. Я могу проводить вас? Нет. Возьми такси. Так лучше. Да, как хотите. Вы хотите такси? Да. Может, не надо? Отослать? Нет, нет. В любом случае, мне пора. До следующей встречи. В четверг. В четверг. Такси ждёт. Вы хороший. Вы знаете это? Спасибо. Мне мог бы попасться другой мужчина. Не знаю, но, может быть, всё и было бы хорошо. Не знаю. Я ведь не искала. Не искала кого-то особенного. Меня бы утешило и то, что всё было просто и только сексуально. А вы бы хотели, чтобы между нами был только секс? Нет. Я слышала, есть легенда о том, как познакомились Адам и Ева. Всё совсем не так, как рассказывают у нас. Когда они познакомились, они были ноги. И они появились на свет. Всё было покрыто снегом. Всё было в снегу. И Ева пошла по этому снегу. И вдруг увидела Адама. Тоже совсем голова. Тогда она испугалась, попятилась и упала копкой на снег. Ей стало холодно. Попка вся покраснела. И вот тогда Адам подошёл к ней и стал растирать её попку. Надо же, как смешно. Вот так и произошёл мир. Да, правда? Его это возбудило, и они сделали ребёнка. У нас сразу же установилось негласное правило. Мы не говорим о своей жизни, в обычном понимании этого. То есть о возрасте, профессии. Всё это мы опускаем. Всё это не имело особого значения. Но это не было сознательным решением. Просто так получилось. В понедельник ночью у меня есть места. Да, с душем, мадам. Хорошо, мадам, я вас записываю. Это длилось шесть месяцев. Мы встречались три-четыре месяца. Один-два раза в неделю. В понедельник ночью я записал. Мы встречались почти каждые две недели. По вторникам. Иногда по четвергам. Как когда? И вам это не надоедало? Нет. Нет. Это мне никогда не надоест. Это было хорошо. Хорошо это не то слово. Да, было хорошо. Да. Но что-то происходило. Я привык к ней. Вначале она оказалась некрасивой. Но понемногу я стал обнаруживать ее недостатки. Потом ее недостатки исчезли. Но и красота исчезла. Я привык к ней, к ее лицу, телу, ее голосу. Это странное ощущение. И видеть, как мужчина, стоящий перед вами, смотрит на вас, желает вас, понимает, что он желает вас. Да, самое странное. Именно это чувствовать. А также чувствовать и то, что сама желаешь его. в то же самое время, в то же самое волнующее. Пошли. Пошли. А если? Да. Не заняться ли нам любовью? А мы что делали? Нет, я хочу сказать, обычной любовью. Вы хотите сказать? Обычной. В позиции миссионера? Нет, не обязательно в этой позиции. Я не очень люблю быть снизу. Я предпочитаю доминировать. Это я, конечно, преувеличиваю. Я хотела сказать... Вы поняли, что я хотела сказать? Да, да. Вас не смутит побыть внизу? А вы хотите? А почему бы и нет? Нет. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда уже почти засыпаешь, и всё-таки занимаешься этим... Это так возбуждает, что сон пропадает... Подожди, подожди... Ты хочешь, чтобы я прекратила разговаривать? Это тебя расслабление... Нет, нет, прекрати шевелиться... Тебе плохо? Нет, наоборот, я боюсь, что всё кончится, если ты продолжишь... Уже? Я должен успокоиться, мне надо подумать о чём-то другом... У тебя было много мужчин... В библейском смысле? Да, скажем, в библейском смысле... А если я скажу, что много, тебе понравится? Нет, нет... Тем лучше... Тем лучше почему? Это опыт... Целый год я жила одна... Нет, почти год... У меня было несколько мужчин... Разных... Я люблю разных мужчин... Ну, начнём? Нет, ещё, пожалуйста... Ладно... Помню, когда я училась в институте, у меня был один тип... Он всё время украсил и смотрел на часы, пока мы занимались любовью... Он просто бросал взгляд на часы... Но ведь это замечаешь, когда занимаешься этим... Ну, мне надоело это, и я спросила у него... Может, у него ещё одно свидание? И знаешь, что он ответил? Нет... Он объяснил, что где-то вычистал то ли в книге, то ли в журнале... Что 80% женщин достигают оргазма, если сильно заниматься любовью более 20 минут... Это забавно... Начнём? Да... Потихоньку... Как это «потихоньку»? Да... И он держался 20 минут? Уже не помню... Может, накроемся простынем? Зачем? Пожалуйста... Ну зачем? Я не хочу, чтобы ты видел, когда я испытываю оргазм... Ну что ты? Когда это происходит, я гримасничаю... Но все так делают, это же красиво... Нет, не красиво, это ужасно... Знаешь, я уже видел твои гримасы... Да, но это не то... Сейчас другое... Совсем другое... Ну и что? Ну пожалуйста... Как хочешь... Я впервые... Да? Впервые познала одновременный оргазм... Знаете, такой оргазм очень непродолжителен... Во всех фильмах показывают именно такой оргазм... Он длится около четверти секунды... Вообще-то в фильмах секс — это крах или нирвана... Но никогда — нечто среднее... А в жизни это как раз нечто среднее... С ним все прекрасно... С ним я была в космосе... Извини... Извини... Это не страшно... Со мной такого еще не было... Это я виновата? Виновата? Да... Кстати, ведь я хотела залезть под простыню... Да нет, нет... Дело не в этом... Я вообще ищу разговорчиво? Нет... В любом случае, это не важно... Нам было очень хорошо, правда? Что это? Вот это-то меня и разбило всего... Было чересчур приятно... Я чувствовал себя слишком хорошо... Извини... В чем дело? Что с тобой? Что-то не так? Нет... Нет... Ты не хотела бы... Все в порядке... Оставь меня... Извини, мне надо идти... Ты уверена? Все пройдет, поверь... Ну ладно, до четверга... Хорошо... Я и сама не знала, почему заплакал... Слезы вдруг сами подступили к глазам... Мне не было грустно, нет... Я растерялась... Просто растерялась... Я вдруг поняла, что не знаю, что еще можно ощутить... И я растерялась... Я растерялась... Я беденое... Дело в том, что... А я мою виду... Да, я тебе хочу... Меня тихо... Неразерял, что... Я видела бы наконец... Я собиралась уходить. Я не мог найти место для машины. Ясно. Что тебе ясно? Ничего, я просто сказала, ясно. Просто ясно? Не переношу, когда повторяю то, что я говорю. А? Я много говорю, но я говорю то, что думаю, и так, как я думаю в тот момент, когда я говорю. Это ясно? А? А? Ты тоже повторяешь. Что с тобой? Ну как это? Что со мной? У тебя вид? У тебя злой вид? Я разозлился. Почему? Я двадцать минут пытался припарковаться. Почему ты ушла? Ушла. В прошлый раз ты ушла, плакала. Я имею право поплакать. Я имею право волноваться, когда ты плачешь. Что ты на меня нападаешь? Я не нападаю. Нет, нападаешь. Я немного груб. Извини. Мне жаль. Пойдем в гостиницу. Что будем делать? Разбежимся. Ты про сегодня или... Или. Расстаемся. Ты хочешь расстаться? Я не знаю. Не знаю. Хорошо. До четверга. Может быть. Может быть. Если я здесь, то я здесь. Спасибо. 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 Поеху. Извините. Я вдруг осознал, что до сих пор не знаю ни ее имени, ни фамилии, ни адреса, ни номера телефона, ничего. Если она не придет четверки, я не потеряю. Продолжение следует. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что вы делаете? Что это? Его кольцо. Кольцо того старика. Он дал на него. Так как очень не хотел, чтобы было известно, что он женат. Он не хотел, чтобы вызывали его жену. И он отдал его мне. И вы его сохранили? Да. Почему? Потому что... Потому что это же примета, нет? Извините, можно поехать с ним? Вы член его семьи? Нет. Извините, нельзя. Куда вы? В сальпетриарх. Где твоя машина? А что? Поедем в больницу. Ты хочешь туда поехать? Мы ему обещали. Это, наверное, месье Леньо, Жозеф Леньо. Интенсивное лечение, палата 6. Он просил не вызывать его жену. Слишком поздно. Как это поздно? Мы обыскали его каруана, там были документы. Я позвонил ему домой, как это обычно делается. Его жена только что приехала. Она вот там. Это мы нашли вашего мужа. Вы знаете, я даже не нуждаюсь в его присутствии. Мне просто надо знать, что он есть, живет где-то. Неважно где. Неважно где, на свете. Этого мне достаточно. Понимаете? Он бросил меня. Это был ветреник. Он искал повсюду других женщин. Всяких мерзавок, шлюх. Не боюсь произнести это. Я не держу на него зла и никогда не держала. Я ведь знала, что он все равно вернется ко мне. А теперь он уходит и никогда не вернется. Я не вынесу этого. Это слишком тяжело. Вы не знаете, что это такое, но, надеюсь, когда-нибудь поймете. Это тяжело. Ведь всю свою жизнь ты посвящаешь другому. И когда его уже нет, то у тебя ничего больше не остается. Вам остается только застрелиться. Ну что вы. Мне не будет страшно. Я не буду дрожать. Это будет легко. Остаться без него, даже на несколько часов, вот это тяжело. Надо будет сделать это поскорее. Вы очень помогли мне. Благодарю вас. А сейчас уходите. Идите домой. Оставьте меня одну. Это был единственный внешний инцидент в нашей истории. То есть я хочу сказать, что один раз произошло что-то, не зависящее ни от него, ни от меня. Что-то должно было случиться. Невозможно было вот так оставаться в стороне от всего в нашей скорлупе. Нет, мне не казалось это случайностью. Это что-то означало. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, до четверга? Думаешь, она сделает это? Что сделает? Ну, погончит с собой. Нет. Я пойду. Да. А метро еще открыто? Да, еще не поздно. Может, я подвезу тебя? До четверга. Да, до четверга. Продолжение следует... Подписывайтесь на мой канал. До встречи. До встречи. До встречи. Как дела? Извини меня, я была, я думала кое о чём. О чём? Она это сделала. Кто? Кто это сделал? Мадам Линьо, жена Старик, она покончила с собой. Ты говорила, она не сделает этого. Я так думаю. Иногда я чересчур оптимист. Всё всегда улаживается. В общем, я так думаю, однако это не так. Не всегда. Я не знала эту женщину. У неё был несносный вид, по всякому случаю, муж считал её несносным. Может, он сам был несносным? Никогда этого не узнаем. Нет. Ты возьмёшь себе что-нибудь? Да, мне вина. Я не хочу идти в гостиницу. Я не хочу, не смогу. Мы не обязаны. Спасибо. Мы это делаем, когда хотим. Когда нет желания, мы этого не делаем. Но я хочу остаться с тобой. Как хочешь. У тебя было когда-нибудь объяснение в любви? Объяснение в любви? Да, настоящее объяснение в любви. На коленях, держа руку на сердце? Нет, нет. Говорил ли ты кому-нибудь, женщине, например, что ты любишь её, что хочешь жить с ней и так далее? Было ли у тебя такое или нет? Это было очень давно. Насколько давно? Очень давно. Кажется, я не помню. Я был ещё прощанным. А почему с тех пор не объяснялся? Не знаю. Мне казалось, что это не лучший метод, чтобы ухаживать. Но объясняться в любви не значит ухаживать. Нет. Объясняться в любви значит сделать заявление о своей любви. Иногда не хочется ухаживать, покорять, играть в игры. Ты же иногда так любишь кого-то, что не можешь не объясниться в любви. Ты никогда не испытывал этого? Такое сильное чувство, что у тебя нет выбора. И ты должен объясниться в любви. Может быть. Но я не осмелился сделать это. Почему? Я боялся. Боялся чего? Насмешек, провалы. Чего же? Я люблю тебя. Я люблю тебя так, как никогда не любила. Никого до тебя. Так мне кажется. И даже если это впечатление ложное, оно такое сильное, что может быть только настоящим. Ты понимаешь? Я хочу жить с тобой, выйти за тебя замуж. Со старицей вместе носить составные зубы. То есть каждый свои. Я знаю, что это не так. Я знаю, что если я стану размышлять еще 10 минут не спеша, то я пойму, что это не так. Но сейчас мне не удается не спеша поразмыслить. Я не могу. И быстро об этом рассмышлять. Я люблю тебя. Ты плачешь? Нет, нет. Да ты плачешь. Да, извини. Я взволнован. Ты меня растрогала. Я даже не представляла себе, что ты такой легко возбудимый. Тебе отвратителен плачущий мужчина? Нет, нет. Это даже очень трогательно. Да? Но будет и другое. Что другое? Что-то другое, что ты откроешь во мне. Чего ты еще не знаешь? Другое, что не понравится тебе? Может быть. И в конце концов ты будешь ненавидеть меня? Может быть, а может быть и нет. Держу пари. Мы же не знаем друг друга. Друг друга никогда не знаешь. Уж если себя ты не знаешь, что говорить о других. А ты? Я? Что ты испытываешь ко мне? Не знаю. Я еще взволнован. Это не страшно? Плакать — это хорошо. Ну, не рада же мне здесь на виду у всех. Хочешь? Пойдем. Может, пойдем в гостиницу? В гостинице можно делать и что-то другое. Впервые в моей жизни женщина по-настоящему объяснилась мне в любви. Это было... Это было... Прекрасно. Это было че-то. Как же здорово, что кто-то... Кто-то говорит тебе об этом. Я по-настоящему объяснилась в любви. Ты астматик? Да, с детства. А у меня сильная лихорадка, но не каждый год. Все зависит от апрельских заморозков. Я никогда не понимала, почему. Я боюсь пауков, у меня фобия на полках. А у меня на самолеты. Ты не можешь на них летать? Могу, но я становлюсь бледным, как мел. Во время полета меня всего трясет. Не могу спать, даже если лететь 12 часов. А у меня тик. Это ерунда. Да, сначала да. А вот потом... Что? Что ты делаешь? Ничего. Ничего? Я вытянул ноги. Иначе они онемеют. Надо же. Убрать? Нет. Нет. Что? Ты шевелишь ногой. Тебе мешает? Нет. Хочешь, перестану? Нет, нет. Что нет, нет? Нет. Ничего. Как это ничего? Как это ничего? Не задавай вопросов и увидишь. Ты гримасничал? Нет. Да, точно. Я сдерживалась. Тебе так казалось. Правда? Ты была очень красивой. Это была гримаса. Но тебе было все равно. Совсем. Было красиво. А в общем, не красиво. Ты походила на манекен. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Манекен в магазине. В макияже. Нет? Ты была женщиной. Ты все мне отдавала. За одну секунду ты отдала мне все. Я боюсь. Я тоже боюсь. Что с нами будет? Не знаю. Мне надо подумать. Мне тоже. Знаете, все важные решения я принимала безрассудно. Вначале я размышляла, взвешивала «за» и «против». Составляла список «за» и «список «против». Система оценок. Я считала очки. Но в момент выбора, в момент действительного выбора, я как бы прыгала в пропасть. Инстинктивно. Чисто инстинктивно. Я сказал, что подумаю. Посмотрим до следующего четверга. Но мне было ясно. Я был влюблен. Это была женщина моей жизни. Я мог поспорить на нее, на нас. У нас только одна жизнь. И вдруг я узнал. Я узнал, что она не хочет. Она хотела все прекратить. Она еще ничего не сказала. Но это было видно. Это читалось на ее лице. Она хотела все прекратить. Она боялась сказать об этом. Она не осмеливалась. Вместо нее решиться нужно будет мне. У нас не получится. У нас обоих не получится. Нет. Я решила остаться с ней. Я даже решила, что если он откажется, то буду бороться до конца. А потом, потом, когда он сказал, что у нас ничего не получится, мне стало сразу ясно, что нам нужно расстаться. Однажды мы возненавидим друг друга. И все, что у нас останется, это воспоминания. Сегодняшние воспоминания. Так лучше остановимся на сегодня. Я догадывалась о каждой его мысли. Я умела читать каждое движение его лица. И я прочитала. Он хотел все прекратить. Тогда я тоже захотела этого. Сделаем это еще раз. Музыка. 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 Вы уверены, что она хотела расстаться? Да, да. А если это была ошибка, и никто из вас не хотел расставаться? Может быть. Может быть, мы плохо друг друга поняли. Но нет, я не думаю. Что-нибудь произошло бы. Что-нибудь, что сказала бы нам. Вы идете ложным путем. Но нет, ничего не произошло. Мы не шли ложным путем. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, мы закончили так же, как и начали. Почти так же. Мы фантазировали. Последний раз мы не были уверены, что найдем другого партнера. Чтобы сделать это, надо было воспользоваться моментом. Подождите, дайте подумать. Все было нормально. Но это было сильнее нас, чтобы делать все нормально. Вы не сможете сказать, что же это было? Что именно? Ваша фантазия. В общем, то, что вы сделали. Да, да, да. Нет. Даже если бы меня пытали. Если бы мне выкололи глаза. Если бы пропустили через меня электроток. Нет. Лучше бы я позволил себе умереть. Радзи поймешь, что это было. Это могло быть многим. И в то же время чем-то одним. Это любовный акт. Особенно. Даже если есть люди, не понимающие этого. Даже если им это кажется отвратительным. Даже если вначале это был чистый секс. Тем не менее, это было актом любви. Вот что важно. Вы пытались снова увидеть его? Я могла бы. Могла бы. Не знаю. Могла бы нанять честного детектива или спросить в гостинице номер его кредитной карточки. Способ всегда есть. Но я не пыталась. Я его видела. Видела. Издалека. Он меня не видел. Я уверена. Он парковал машину. И вы не заговорили с ним? Не позвали его? Не попытались привлечь его внимание? Нет. Все было кончено. Он был все таким же красивым. Он всегда мне нравился таким. Он был все таким. Он... Он был все тому, чтобы в гостинице portfolием писать на Guinалvari deputy. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok